В истории французского реалистического романа второй половины 19 века Братья Ганкуры стоят в одном ряду с такими прославленными писателями, как Флобер, Золя, Доде, Мопассан, хотя их литературный масштаб относительно скромнее Выдающаяся роль Ганкуров в литературном движении их времени неоспорима Встава! Они наметили некоторые пути развития французской прозы, ставшие на определенном этапе магистральными для нее, внесли особый своеобразный вклад в жанр реалистического романа Им принадлежат целые открытия, которые обогатили весьма эффективными художественными средствами литературу новейшего времени Наследие Ганкуров имеет не только историко-литературное значение Лучшие их произведения сохраняют силу непосредственного художественного воздействия на читателя и по сей день Роман Жермини Лассерте, принесший его авторам славу Романы-братья Зимгано, актриса Фостен, написанные старшим братом Эдмоном после смерти младшего Жюля Жюля Покоряют и ныне правдивыми картинами своей, по выражению самих Ганкуров, поэзией реальности тончайшей нюансировкой в описании человеческих переживаний В настоящем издании читателю предлагаются именно эти романы В них раскрываются наиболее сильные стороны художественного таланта Ганкуров Париж, третья четверть девятнадцатого века, эпоха второй империи Богатые кварталы, столицы ослепляют великолепием и блеском, являя все признаки бурного процветания Тут и там вырастают новые частные особняки, отделанные мрамором и позолотой, обставленные скричащей роскошью По улицам проносятся, обдавая грязью парохожих, кареты с ливрейными грумами На запятках элегантные коляски, в которых восседают изысканно одетые дамы и господа На спектаклях и балах в опере ослепительно сверкают и переливаются драгоценности, украшающие шеи и руки Украшающие шеи и руки матрон и дорогих куртизанок С прокладкой новых широких бульваров, прорезавших густую сеть старинных узких улочек Существенно изменился, стал намного импозантнее и красивее внешний облик столицы Правда, сделала это парижской префектурой, не без задней мысли В случае народных волнений будет много легче Будет много легче, чем прежде расплавляться с постанцами Ибо новая планировка не даст им возможности закрепляться, как это бывало Значит, че там? Че? Там че? Кстати говоря, сейчас расскажу вам Я вчера только сказал, что луна здесь всегда полная, нету месяца Я это заметил Заметил, трифосфатил Потом я вчера рассуждал, что, грубо говоря, значит, эти как их, не эти, а как бы, что астрономы, знаешь, решили выяснить, наверное, где луна полная, а где бывает и месяц, и полная луна В Рашке, в Волгограде, там месяц, и месяц, знаешь, не забыть повеситься каждую неделю Иногда бывает нет луны Потом месяц, полумесяц, то есть как бы уже почти луна Потом, ну как, половина луны Это тоже полумесяц, это и на месяц, ведь и не луна Но полумесяц, это больше, чем месяц Месяц маленький, но узкий А полумесяц, это как полуны Потому что это не месяц вовсе Потому что он больше, чем месяц, но меньше, чем луна То есть не луна, но уже не месяц И далее, говоря, потом идет луна, полнолуние А потом опять нет луны, потом месяц, полумесяц и так далее Здесь, в Нью-Йорк-Сити и в США месяца практически не бывает Здесь только полная луна, всегда, всегда, и луна всегда Я, Антон Буйнов, он говорит, нет ночей без луны Без лунных ночей здесь не бывает И луна всегда полная Знаешь, как Диаскот, как Найт-Вулф Знаешь, я вообще-то еще и нынктив Так вот, я вчера еще подумал А здесь вот висит арабских стран флаг Там месяц и звездочка А мы знаем, что в арабских странах Я вот рассуждаю про это, подумал, что в арабских странах Там жили звездочеты, астрономы, очень часто Те, кто с арабских стран Там вот в Вавилоне, в Дамаске В арабских сказках Они решили выяснить Они выяснили, что где-то бывает, что полная луна, допустим, здесь в Америке А где, в каких частях света есть месяц, а где луна? И что они сделали? Договорились с Совком, с СССР Я, Антон Дуйнов, вам говорю С Российской империей, с Советским Союзом По поводу чего? По поводу серпа и молота А зачем? Для того, чтобы у себя сделать месяц и звездочку Таким образом, те, у кого месяца нет в странах А есть только луна Будут, зная, что на СССР флаге серп и молот и звезда Спрашивать арабские страны А у вас что, коммунизм, но не полностью? У вас пол серпа Нет молота и звезда То есть, они не понимают, что это А те, у кого есть, будут знать, что это месяц и звездочка Я, Антон Дуйнов, вам это говорю Это мои собственные выкладки Я думаю, что так они и договорились друг с другом Чтобы выяснить, на каких частях света Что сами будут спрашивать Кто арабов будет спрашивать А арабские страны А почему у вас Почему у вас коммунизм тоже Почему у вас серп и звезда Но серп даже не полный и молот, а нет А в Совке серп и молот и звезда Да, серп, он же выглядит как месяц с штучкой, с палочкой А может даже так серп специально придумали Чтобы обозначить это на флаге То есть, ученые, я имею в виду, астрономы и географы Я Антон Дуйнов вам это говорю Я про это сроду не слышал, не читал Но я вчера рассуждал про то, что здесь я вчера только думаю Боже, здесь все время лума полная А в Рашке я что-то запел там арабская ночь Месяц, там Ааа, пиздец А потом подумал О, а наверное в арабских странах Там делают вот так С Совком договорились И астрономы выясняют Я Антон Дуйнов вам говорю Прокси Чиклила Посмотрите, кстати, на моем Прокси Чиклила Как я дрочу